Я не согласен с Анной Ирландовной, мы не перебать сюда пришли. Один гениальный украинский поэт, 40-х годов 20-го века, Семен Кудзенко, написал, нас не нужно жалеть, ведь и мы никого бы не жалели. То, что началось 100 дней назад, так называемая операция Z, она удается. Это операция зависти, злобы и зверства. В этом смысле все Z расшифрованы. Когда вначале украинцы гордо говорили, что все будет Украина, мы это воспринимали как шутку. Сейчас это не шутка, потому что мы видим, что духовный полюс мира сейчас находится в Украине. Духовный полюс, в отличие от географических, он двигается, он в разные тысячелетия был в разных местах. В Древней Греции, в Древнем Риме, в Древнем Китае. Он и в Армении был в 88-м году, отсюда начался развал Союза. Развал нынешней России происходит в Украине. Это очень не то, что символично, это закономерно. Первого царя Рима звали Рому, последнего римского императора тоже звали Рому. Первого царя Византии звали Константин. Последнего Константину XIV звали, как видите, так же. Первый князь Киевской Руси принял имя Владимир. И уже давно было понятно, я однажды, по-моему, в году в 15-м, после первого нападения на Украину, написал, что началось в Киеве, то в Киеве и закончится. Это сейчас происходит. Не потому, что мы такие умные и прозорливые, а потому, что так работает история. Именно вот это библейское предательство брата, если они верили в то, что они братья, что вы братья, это повторение истории Авеля и Каина. Мы все видим это, все повторяется. И поэтому все это не просто зловеще, это величественно. Жертвы Украины не напрасны. И мы всегда помним, вы деретесь за вашу и нашу свободу. Ваша победа, это и наша победа. И я говорю своим одним, не только единомышленникам, но и современникам. Это и наша война. И те, кто говорят обратное, это либо глупцы, либо предатели, кремлевские агенты. Потому что Армения, это сейчас небольшой фронт огромной войны. И так же, как украинская война 22-го года, продолжение Карабахской войны 20-го года, так же и победа Украины над Россией будет победой всех постколониальных стран. Армении, Грузии, Молдовы, Белоруссии. Возможно, и самой России это ей решать. Но главное, победа Украине. Это то, о чем мы молимся, и то, что мы приближаем по мере своих малых сил каждый день. Слава Украине!